Снежные объятия зимы на вторые сутки шторма оказались слишком тесными. Теперь фронт борьбы со стихией переместился на дороги области. Если вчера профильная служба рапортовала, что все под контролем, то утром следующего дня проблемных участков стало больше. Мы имеем два ускладнения руха на киевской трассе в сторону Киев. Это Знаменка в районе Знаменки, километр 380, 392. И рядом села Ревове, это километр 378. Найсладнейшая ситуация на сегодня – это Одесса-Рени. Она создалась, потому что именно на этих участках обычно создаются самые сильные такие борьбы, которые на сегодняшний день не вспоминают. Трассы на Кочурган и Рени пришлось закрыть. Уже на двух столбах мы узнали, что первое направление закрыто полностью. На втором пускают транспорт только до дальника. Но уже к вечеру все трассы, включая Киевскую, вновь закрыли. Обеспечивала это решение патрульная полиция. Там уже подсчитали количество снежных ДТП. За день складено 9 материалов транспортных пригод без послужданых на территории міста. Найбільшая кількість – это в Молоновском районе 4 ДТП. Возле двух столбов шумно. Водители легковушек ругаются с патрульными, требуя проезд. Их коллеги за рулем большегрузов маневрируют, пытаясь поудобнее стать на обочине. Дальнобойщики говорят, что шторм полностью перечеркнул их рабочий график. Стоят там половина, ждут. У меня сегодня загрузка, допустим, а я не могу доехать туда. Утром я видел, там чистили. Ну, плоховато, очень плохо. Одна колея от силы туда, одна туда. Между тряма. Вместе с техникой дорожной службы и подрядчиками помощь застрявшим автомобилистам оказывают волонтеры из клуба 4х4 Одесса. Владельцы полноприводных внедорожников с прошлой ночи в дежурном режиме вытягивают из заносов, подвозят топливо и еду. Вместе с ними отправляемся инспектировать состояние трассы. Чтобы понять, насколько тяжело дается второй раунд борьбы со снежной стихией, стоит посмотреть налево и направо от меня. Мы в районе Большого Дальника, четвертый километр от двух столбов. И что мы видим? По обочинам брошены фуры, водители которых поняли, что бессмысленно держать свой путь дальше. Сзади трудится снегоуборочная техника, но со своей задачей она не справляется. Из-за коварного ветра он наносит снег с ближайших полей, сводя усилия дорожников практически к нулю. Это еще нормально почистили, говорит волонтер Александр. Прошлой ночью он вместе с другими полноприводниками спасали авто на Кучурганском направлении. До полпятого утра примерно нас было около 20 экипажей. И до полпятого мы помогали всем, кого смогли вытащить, мы вытащили, кроме большегрузных грузовиков. Чай давали, ну как могли там согреть, машину садили, обогревали, солярку подвозили, кому там надо было. Пока ехали, мужчина рассказал, что их клуб помогает уже не впервые. И вот сейчас, как только стало понятно, что снег и ветер всерьез и надолго, тут же сели за рули своих внедорожников. По пути встречаются разные ситуации. Вот газель, буксируемая УАЗиком, с пятого раза вырвалась из снежного капкана. Вот легковушка плотно села брюхом, но галопер Александра так, кстати, оказался рядом. Снег пленит и машины посерьезнее. Полноприводный Ниссан тоже требовал помощи. И как только оказался в колее, спаситель услышал следующее. Спасибо большое. Красавцы. Как зовут вас? Дима меня зовут. Всем привет. А кому привет передаем? Что за канал? Всем своим друзьям, близким, любимым. Ребята, оставайтесь дома в такую погоду. К моменту выхода нашего репортажа стало известно, что на киевской трассе застрял автобус с 18 пассажирами. Но помощь к ним прибыла вовремя. Вся техника службы автомобильных дорог, а это более 150 единиц, работает без перерыва. Назвать их усилия напрасными, конечно же, нельзя. Дорожники просят понять, что бороться с постоянным снегом и метелью сложно. Уже завтра синоптики говорят, что шторм отступит, а значит появится отличный шанс расчистить дороги, поднять столбы, распилить все деревья и подсчитать ущерб. Пока же, говорят спасатели, из снежных заносов спасли почти тысячу человек. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, телеканал Репортер.